Здравствуйте, я Олег Мохов и это программа Творческий подход. Нас ждут встречи с деятелями искусства и культуры. С людьми, для которых творчество – суть профессии. Я спешу на встречу с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Гуар Голстян, с которой я познакомился в интернете. И меня очень заинтересовало ее хобби. Коллекционер, искусствовед, человек, занимающийся винтажной модой. Я так понимаю, что мы с тобой где-то родственные души, поэтому у нас будет интересная беседа. Начать разговор с тобой я бы хотел с старинного альбома «Признание», который был написан Татьяной Толстой. Помнишь, в свои времена великосветские девушки, которые приглашали в гости партнеров. Были альбомы, кто-то писал стихи, кто-то задавал вопросы. Вот один из таких альбомов попал мне в руки. И я хочу блиц-вопросами задать начальную тему нашего разговора. Итак, главная черта вашего характера. Многогранность. В чем счастье? В самореализации и в постоянном духовно-интеллектуально-творческом развитии в процесс трансформации. В чем несчастье? Слишком открыто и доверчиво миру. Чем или кем желали бы вы быть? Потрясающей личностью в формате духовности, интеллекта и творчества в полном формате раскрыться. Используя каждый день жизни как новый старт. И каждый день это как проживание целой жизни. В таком формате. Какому народу желали бы вы принадлежать? Вы знаете, я процитирую Виктора Гюго, который сказал, если бы Господь Бог не создал меня французом, я бы мечтал родиться немцем. Я процитирую. Мои интересы с интересами Господа Бога совпали. Я принадлежу великой армянской нации. Замечательный ответ. Ваше любимое удовольствие? Что-то узнавать новое, танцевать и соприкасаться с искусством. Растворяться в мире искусства. Долго ли бы вы хотели жить? Я планирую как минимум 100-105 лет. В принципе, это возможно. Так как ты человек, занимающийся винтажом, хотели бы дать определение, что же такое винтаж в твоем понимании? Ну, начнем с того, что терминология винтажа – это вещи, которым от 20 и больше лет по возрасту. Но разные категории вещей, они переходят в позицию винтаж или антиквариат в разный период. То есть у мебели свой исторический возраст, у книг-букинистики свой исторический возраст, у нумизматики свой. И у вещей, так как я занимаюсь коллекционером вещей, связанных с историей и бытом советской эпохи, у меня, конечно, есть американский и европейский винтаж, но все-таки, так как я рождена в советскую эпоху, обожаю этот период, эту эпоху, и изучаю историю, конечно, когда трогаешь такие вот вещи, аутентичные, которые несут на себе следы времени. Сохранность вещей, к сожалению, не очень хорошая, потому что была потеряна преемственность поколений, люди не ценили то, что имели, и не хранили архивов, как это в Европе, в Америке. Вы, Олег, очень много путешествуете, знаете, как там это важно, особняки, в какой они сохранности, как там вот люди знают свою генеалогию, знают своих предков, какие-то истории, которые передаются из уст уста. Поэтому я стараюсь сохранить это, и уже могу сказать, к своим почти 40 годам, прожитым на этой прекрасной земле, я уже оставлю после себя очень хороший след, потому что то, что я уже соберу еще, у меня впереди будет много лет, это уже огромный вклад в сохранение этой истории. Нельзя вот так вот отметать, как сейчас любят, знаете, вот очень голословно высказываться в адрес тех лет, не было моды, был дефицит, было все некачество, неправда. Сегодня я докажу обратное. Советская эпоха потрясающее, фееричное и шедевральное время. Я тоже как бы сторонник определенных этапов. В свое время мы с друзьями организовали клуб, который назывался Твиттер. Фишка заключалась этого клуба в том, что мы общались на английском языке, встречались, и каждую среду в основном ходили какие-то очень такие старинные кафе, где в основном общались. Но непременным условием этого была правильно подобранная одежда, чтобы все соответствовало стилю. И мы как бы даже иногда, сейчас это происходит тем, что мы это фотографируем, выкладываем на интернет, это уже можно как-то продолжить. Но на тот этап времени была очень большая инфлюенс, за то, что называется влияние. Когда ты смотришь фильмы 30-40-х годов, где мода, разделяющая мужчину и женщину, и в том, и в том направлении были фантастические и образы. Вот какие образы вдохновляют тебя? Меня очень люблю, конечно, 20-е, 30-е годы. Это эпоха модерна, заканчивающаяся эпоха арт-деко. Это эпоха золотого Голливуда. Ну, вот здесь у меня есть фотографии, я еще и собираю потрясающую библиотеку. Вот такие вот лица, эпохи. Я люблю очень 40-е. Я люблю все, потому что нельзя выделить, вычленить. Что близко мне, особенно по моему внутреннему такому устроению, это, наверное, эпоха 20-х и эпоха 70-х, в которой я рождена. Потому что вот я вот смотрю, у нас в городе проходит очень много подобных мероприятий. Вы в годы своей молодости где-то собирались, потому что был закрытый занавес, и не было возможности. Там какие-то пластинки, какие-то журналы, кто-то, может быть, какие-то видел фильмы, и вы это пытались собрать. А сейчас все открыто, и возможностей лет намного больше. Поэтому это в основном ретро-вечеринки, ретро-заезды, вело. Я постоянно в них участвую. И вот мой выбор падает вот на таких стилях. Люблю, конечно. Вот и в моей коллекции очень много вещей, наверное, от 40-х и ближе к нам. 50-е, 60-е. Надо понимать, что в годы Великой Отечественной войны многое было утеряно. А то, что до 40-х, вы знаете, это имеет очень большую сейчас коллекционную ценность, музейную ценность. Таких вещей не так много. И в основном то, что сохранилось, имеет немалые цены. Стоимость как художественную, так и финансовую. Поэтому я собираю в основном женское, но мне много и атрибутов морского гардероба. В моей коллекции очень много адекалонов, морских лосьонов, запонок, различные булавки для галстуков, шляпы. Кстати, вы очень любите шляпы. Я хозяйка винтажного магазина. Можно будет как-нибудь приходить в гости за чашкой чая. Что-нибудь для вас подберем. Ну, давайте на примере. А я тебе хочу привести пример. Дело в том, что я сегодня, зная о том, что я иду на встречу с тобой, я достал из шкафа свои винтажные туфли, которым уже, наверное, лет 60, если я не скрою. У них очень богатая история. И, в общем-то, для меня в основном вещи – это история. Моя персональная история. То есть у меня многие предметы, которые у меня есть в моей коллекции, я могу долго и рассказывать, откуда они, как они. Вот именно вот это и интересно, потому что на сегодня ты принесла замечательную такую штуку. Я бы хотел услышать вот что-то вот об этой сумочке. Ты можешь мне рассказать историю этой сумочки? Окей. Значит, об этой сумочке. Здесь сумочка – это… Ну, те, кто, наверное, многие разбираются. У меня когда-то мама вышивала вот такие вот подушки. Это вот здесь идет толстыми нитками, вышивка, здесь полукрестик такой, гобеленный вышов, так называемый. Такие вещи – это эпоха 50-х, эпоха китайско-советской дружбы. КНР, Китайская Народная Республика, вот сейчас говорят, китайщина – это ассоциируется с чем-то дешевым. Но ни в коем разе не нужно путать Китай 50-х, 40-х годов с тем, который производится сейчас. Это стиль Шинаузри. Здесь как бы такая цветочный принт, он очень характерен был для этой эпохи. Вот такая сумочка, ну, ее можно называть небольшим радикюльчиком с очень красивым фермуаром из латуни. Фермуар – это вот крепление замочек. Вот носили дамы ее, либо вот так, потому что дамы выходили, носили шляпы. Вот это тоже шляпка из черной искусственной соломки, оформленная, декорирована бисерным цветком и бархатной лентой. Носилась, ее можно было одеть, и многие дамы выходили в перчатках. Вот я покажу, вот этот комплект уже складывается. Вот такие вот великолепные аксессуары сопровождали каждую женщину. Сюда вот можно добавить еще вот такие вот потрясающие броши, тоже с вышивкой. Посмотрите, очень изящная вещь. Это плакетка, обтянутая шелковой тканью, вышитая вручную. И вот техника скани использована. Мы сейчас попали в такое время, когда наступил этап имиджмейкеров. Когда человек, могущий себе позволить купить что-то интересное, он обращается к профессионалу, и профессионал подбирает человеку одежду. Я в свое время, долгое время работал в доме моды, и помню замечательную историю, которая разворачивалась на моих глазах, когда одна из клиентов говорит, я пришла к вам в ателье, я бы хотела что-то вот заказать, вот тут мне, пожалуйста, вот тут такие оборочки, значит, длина у меня вот такая. То есть она рассказала свои персональные какие-то интересы, на что кутюрье, который выступал на тот период времени главным человеком по дизайну и по моде, сказал, что вы знаете, вы пришли ко мне в ателье, значит, этим самым вы доверили себя, свое тело мне, поэтому я хочу сделать так, как вижу вас я. Можете ли вы мне позволить сделать так, как вижу вас я, а не так, как видите себя вы? И вот в результате этого возникают такие сложности. Вот когда к тебе обращаются люди, говорят, я вот вчера в бутике купил там туфли, теперь надо покупать носки, костюм, галстук, рубашку, шляпу, машину, дом. Да, обращаются, но так как сейчас очень много глянца, интернет, конечно, работает, и людям, в общем-то, человеку, который наблюдательный, не так-то сложно одеться хорошо, скажу честно, потому что очень много передачи. Скопировать из журнала. Вот хотя бы копируйте. Вот был такой интересный казус. Мне позвонила одна девушка молодая, говорит, вот вы даете услуги стилиста и межмейкера. Говорю, да. Она говорит, а какие гарантии? Вы знаете, я была так обескуражена, что, ну, милая моя, ты доросла до 25-30 лет, и поняла, что тебе не хватает вкуса, ты себе сама не нравишься, то как бы ты обращаешься к человеку, который там ходит с тобой по магазинам, занимается твоим гардеробом, дресс-кодом и так далее. Либо не доверяешься и занимайся сама уже этим, как понимаешь и как знаешь. Поэтому здесь очень непросто, и люди готовы за это платить, их пока не так-то много. Это, конечно, в основном индустрия шоу-бизнеса, и то, как бы, знаете, у нас все это еще пока не в чистом виде, еще стилист-имиджмейкер, ну, не заработаешь, скажу честно. Ну, понятно. Вот как бы так. К моему удивлению, в принципе, все-таки состоялось мероприятие, которое называется Краснодар Fashion Week. Я изначально даже не ходил на это мероприятие, потому что я, в принципе, понимаю правила игры и знаю, зачем делаются подобные мероприятия, потому что Краснодар Fashion Week это должен быть бизнес-процесс, бизнес-процесс. А там было, наверное, шоу. Ну, из тех картинок, которые я видел, я знаю, что ты была на этом шоу, потому что ты не могла этого пропустить. Я бы хотел вот услышать. Я подобные мероприятия называю «Туса ради тусы», скажу честно. Туса ради тусы. Ради тусы, да. И как сказал наш один известный краснодарский дизайнер, модельер, не буду называть его имя, мой друг сказал, вы знаете, был, и он был на второй день, он сказал, публика была одета лучше гостей, чем те, кто ходил по подиуму. Я согласна, так и было. Стрит-сталл был представлен, и вещи были утилитарного характера, то, что носибельно. Но знаете, я очень люблю цвет. Вся проблема в том, что если вещи монохромные, зацепить очень трудно меня. Я все-таки как бы склонна к тому, что молодежь сейчас, знаете, одевает все в таких графичных, серо-черно-белых цветах. Дело в том, что это все-таки еще нужно с психологической точки подходить. Это говорит о каких-то моментах проблемы, потому что люди закрыты. А я вот больше открыта. Ну, сказать, что какой-то получила феерию эмоций. Нет, все было очень просто, монотонно. Ну, радость была пофотографироваться, встретить знакомых людей. Ну, да, пришли, побыли. Пфотографировались? Да, и все, и ушли. Я бы хотел немножко поговорить с тобой о твоей работе в Мосфильме, о костюмерах и с актерами. Тем более, ты недавно принимала участие в съемках фильма. Мне посчастливилось недавно попасть на съемки рекламного ролика для Билайна. Меня пригласили реквизитором и декоратором на этот проект. И было очень интересно. Так получилось, что, в принципе, я туда попала. Мне пригласили сестры Медведевы, Юлиана и Наталья. Они очень известные киношные лица, медийные. Поедешь в Гринджик на съемки? Говорю, да поехали. Тебе час на сборы. Я вот тут собираюсь, и бегом-бегом приезжаем, и делаем съемку Билайн. И я понимаю, что, о да, киноиндустрия – это то, где я могу реализовать себя на миллион процентов. А потом, так как я себя проявила как настоящий человек-оркестр на подхвате от буфета до съемочной площадки, то меня пригласили на съемки фильма «Майский». Его продюсировал Сергей Светлаков, известный наш резидент Comedy Club. Режиссером и сценаристом выступал Саша Незлобин. У нас получилась, нам нужна была большая массовка, это было в Дивноморске. Съемка, как празднуют россияне, 9 мая. А люди не пришли, потому что съемку перенесли с двух дней на 7 утра, 8 утра, и, соответственно, многие отказались. В 9 утра я в Геленджике, мне звонят Гуар, надо еще 100 человек. Она говорит, ходи по улицам, набирай людей. Где их брать, я не знаю. Я сижу в шоковом состоянии, там был один мальчик, тоже продвинутый из Геленджика. И вот мы заехали в университет, заходила на пары, говорю, ребята, злая людей. Ну, я стою, танцую. Я в прошлом танцовщица, и Саша Незломе подошел, говорит, вот эту девочку в кадр. Я еще и попала в кадр, там вот будет Светлаков, я там в эпизоде танцую. Я не знаю, как так вышло, но получилось, что я была на площадке самая круто одета и хорошо двигающаяся. Вот такой интересный опыт был. Сейчас вот готовится еще несколько проектов, съемки, возможно, будут на Кубе. Я там буду уже полноценно выступать как художник по костюмам. Там будет эпоха 60-х, вот советско-кубинская дружба и наше время. Вот тоже интересный проект. В общем, жажду готовлюсь. В свое время я был в Утрехте на большой виниловой ярмарке. Не удержался. Купил совершенно фантастические запонки, которые были посвящены Мюнхенской Олимпиаде, помнишь, когда был теракт. И человек совершенно, ну, не владеющий, наверное, просто лежали где-то в ряду. Но вот ценность предмета, да, в одном месте там ты видишь, кто-то продает что-то за 2 евро. Да, но человек, который знает ценность, ну, реальную ценность, вообще понятие такое, что такое реальная ценность? Опять же, винтажный рынок, он очень специфический. Это вот ниша, которая для людей определенного интеллектуального, культурного и финансового уровня развития. Потому что, ну, на примере, да, можно я покажу? Вот, например, у меня из моей коллекции потрясающий лот. Это туфельки 50-х годов, фабрика Буревистник, кожа. Это российская производство? Да, это советский. Вот здесь вот, если камера покажет, есть клеймо. Это 50-е годы, вышивка кожи, вот медаленый, как на ваших туфельках в стиле Кембридж. Ну что, средняя рыночная цена таких туфелек от 100 долларов и выше. А из чего она складывается? Во-первых, это историческая ценность. Во-вторых, это состояние вещи. В-третьих, возможно ли, носибельны ли они еще на сегодняшний день, потому что многие вещи, я их ношу. Вот на мне сейчас платье, украшения, это все настоящий винтаж. Вот. И опять же, вот для меня, мне даже если сейчас 500 долларов дадут, я их не отдам, потому что это редкий экземпляр, в идеальном состоянии почти, ну, они не были практически в носке. Ну, это вот зависит от того, насколько вот, если покупает коллекционера, это тот человек, который постоянно что-то находит для своей коллекции, выискивает, то такие лоты, вот шляпки, сумки, очень многие говорят, готовы купить, но я не готова продать, потому что это основа моей коллекции. Не отдам. Вы рассказали о Мюнхенской олимпиаде, я расскажу вот об этих потрясающих духах, называются они в памяти в Москве, вот такая потрясающая эстетика советской эпохи, сейчас здесь даже есть, они вот таким образом открываются, это 56-й год, значит, у нас в Москве проходил фестиваль молодежи, помните, да, когда приехало очень много делегаций из разных стран, и вот эти духи посвящены именно им, потрясающий аромат, они у меня есть еще в другом формате, такие они маслянистые, вот представьте, им уже больше 50 лет, они в такой сохранности идеальной, они запломбированы, вот такая притертая пробочка идет, ну, стоимость таких духов от 8 тысяч и выше, ну, недавно у меня коллекционер... А как они к тебе попали? Это в основном аукционы, различные интернет-магазины, блошинные рынки, это очень много лет большого труда, потому что я еще и специалист по народно-декоративно-прикладному искусству, я закончила факультет этот у нас в университете культуры, я владею разными техниками рукоделия, вышивка, гончарное искусство, чуть-чуть резьбы по дереву, плетение соломкой и так далее, и так далее. Если вы думаете, что вот эта вещь попала в таком идеальном состоянии ко мне, конечно же, нет. Пришлось восстанавливать местами бисер, учиться работать с разными материалами, где-то красить... И уже работаешь как реставратор. Как реставратор. Плюс у меня есть свои штатные ювелиры, сапожник, портниха, которые мне восстанавливают вот такие вещи. Я еще и занимаюсь винтажем и антиквариатом, у меня есть предметы из фарфора, бронзы, поэтому мебель, я даже с мебелью работаю как реставратор, поэтому приходится вот выкручиваться, потому что такие вещи приходят не в идеальном состоянии. Вот, например, веер из рисовой бумаги, это шелк с ручной росписью. Это тоже у нас Китай, 50-е годы. Вы прекрасно должны понимать, что сохранность идеальной не может быть, поэтому такие вещи, они просто для экспонирования. Все. То есть я стараюсь иметь... Узейный экспонат. Да. Вот, например, зонтик, тоже Китай, 50-е годы. Вот он имеет местами потери. Вот нужно найти специалиста по шелку или попробовать как-то самой, чтобы заделать такие крупные какие-то дефекты, чтобы вещь имела более-менее визуально, эстетически привлекательнее, чтобы когда выставляешь где-то, ну, лекции там провожу, читаю по истории моды и костюма. Я такой маленький Александр Васильев, как меня часто называют, в формате Краснодара. Вот недавно из Германии пришла такая потрясающая штучка. Как вы думаете, что это могло бы быть? Это оказался держатель для помады, латунный. Он такой литьё, красивым узором. И представляете, вот так вот эстетично доставалась помада, дамой. Здесь вот так вот серкальце. Оно очень удобно, когда красишь губы. И вот можно было вот таким образом. Вот такие потрясающие изящные вещи были в обиходе у многих. Вот такая потрясающая пудреница. Здесь это полностью серебряная основа, серебро 925-й пробы. И резьба по кости. Вот такая вот потрясающая вещица. Я хотел бы перейти на такую тему, такую пикантную тему. Есть такое явление, как секонд-хенд. Ты знаешь, да? К нему существует разное отношение по-разному. Для кого-то это бизнес, для кого-то это возможность реализовать свои творческие потенциалы в поисках предметов, которые могли бы быть интересны. Вообще, твоё отношение к этому явление? Великолепное. Я там одеваюсь. Я очень люблю находить там вещи для коллекции, для носки. Так как я декоратор и многие вещи переделываю. Это рай. Мы знаем, что многие звезды шоу-бизнеса, медийные лица одеваются. И на блошинах, и на флот-маркетах. В некоторых журналах даже пишется, что куплено. Да, абсолютно. Вот. Поэтому, например, на мне платье. Оно пошито в стиле кимоно. Я еще обыграла его типичным для японского кимоно поясом обе. Это ткань 70-х годов, купленная за сущие копейки на блошином. И пошитое по лекалам из журнала 79-го года. Там можно найти абсолютно стоковые новые вещи. Обувь, которая ретро-обувь. Которую, ну, трудно найти. И качество этих вещей. Но у меня есть вещи, платья, которым 10-15 лет. И так как я визуально не меняюсь в плане фигуры, то я могу их одевать через 15 лет. Они актуальны. Я думаю, ты слышал, есть такой довольно известный краснодарский дизайнник, который живет в Нью-Йорке. Его зовут Сандром Асмониди. Он работает сейчас с Версачи, с топовыми брендами в мире. Его основная фишка, которую он реализовал, это была вот ручная вышивка. Я был у него в гостях в Нью-Йорке, мне много показывал. Вообще, он очень интересный парень. Наш краснодарский человек, который сегодня в мире моды имеет большой виз. Достиг высоты. Вот, поэтому я вижу у тебя вот тоже кружева. Да, сейчас покажем. Кто-то у нас сейчас вообще есть люди, которые вяжут именно... Я расскажу, да, есть. Вот у меня друзья работают в Народной школе искусств поселка Мизмай. Мой одногруппник Речик по дереву, а его сестра Ткачиха и вышивальщица. Вышивальщиков много. Слава богу, еще развиваются. И в Краснодарском крае, конечно, народному искусству уделяется большое внимание. И поэтому, слава богу, еще есть мастера, и наш факультет выпускает. Я сейчас немного расскажу о том, что у меня есть. Здесь, к сожалению, не натуральные кружева, но в любом случае. Вот такой потрясающий воротничок. Так как раньше многие шили, потому что ткани было очень много, но не было интересной фасонной одежды. Поэтому женщины обшивали всю семью и старались, находились такие вещи, которые как-то визуально могли быстро изменить внешний вид. Ну, например, вот такой воротничок, он, кстати, из бирочки абсолютно новый, Германия, ГДР, из нейлоновой ткани. Я думаю, это 60-е, 70-е. Вот ее можно было одеть вокруг воротничка, например, и уже этим самым украсить обыденную рубашечку или платье с каким-то отложенным воротничком. Вот такая интересная тоже жабо. Вот как-нибудь я ее, кстати, тоже выгляю. И вот ее можно было тоже одеть. И она абсолютно визуально уже делает вещь более презентабельной, более нарядной. И вот такие потрясающие манишки. Это 50-е годы. Вот здесь потрясающее кружево. Пуговки жемчужные, оно одевалось поверх либо платья, либо блузки. И так как вещей было немного в гардеробе, и девушки, женщины старались вот таким вот нехитрым способом украсить себя и выглядеть более нарядной. Наступает определенное время, когда человек испытывает некий страх. Потому что одеться вызывающе или выходить в общество, правила игры которого другие. Я хочу вспомнить в связи с этим знаменитую фразу Сергея Галлицкого, которую я прочитал в интернете. Он говорит, когда я возвращаюсь из Европы, я снимаю бабочку. Я как бы кардинально меняю картинку. Я наоборот в Европу езжу скромно, а в России стараюсь ходить в бабочках и в костюмах от Версачи. Поэтому что бы ты посоветовала человеку, который стесняется, который боится, который понимает, что выйдя, ехать в трамвае в туфлях от Стаси Адамс не всегда корректно? Вы знаете, во-первых, до этого, наверное, нужно созреть, вырасти, потому что это определенный, вот знаете, найти себя, вот свой почерк. Вот я, например, одеваюсь очень нестандартно в плане цвета, потому что то, что могу одеть я, ну, многим просто, ну, они, может быть, и хотели им это нравиться, но они не могут в связи каких-то своих психологических барьеров, комплексов. Общество становится все более и более потребительским, как роботы люди живут, они не пытаются понять, что же тебе нравится. Это потрясающий сценарий, вы режиссируете свою жизнь каждый день, так будьте классными режиссерами, вы актер своего театра и одевайте соответствующе. Я слежу вот за лентой на вашей новостной, всегда в восторге, какие потрясающие шляпы, бантики, это так импозантно, это так вкусно. Человек всегда в джазе, в музыке, и вы передаете, вы резонируете, от вас уходят эти вибрации, которые заставляют, может быть, кого-то, ну, хотя бы шляпу одеть, а это уже классно. Поэтому ищите себя, находите и не бойтесь, экспериментируйте. Большое спасибо, что были с нами сегодня на нашей передаче. Большое спасибо тебе, Гуар, за то, что ты нашла время и принесла коллекцию. Я считаю, что мы с тобой сегодня замечательно поговорили, очень интересно, мне приятно было познакомиться с тобой. Благодарим ресторан «Акварели» за предоставленную площадку. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова